Привет! Я Ира, и вы на моём канале о русском по-русски. Я хочу сказать вам всем большое-большое спасибо за то, что вы изучаете русский язык, за то, что вы интересуетесь русской культурой и, конечно, за то, что смотрите мои видео. Ведь вас уже сто пятьдесят тысяч. Думала ли я когда-нибудь, что русский язык со мной будет изучать такое количество человек? Конечно, нет. Но я горжусь каждым из вас. Для меня вы настоящие герои, потому что я бы, наверное, никогда не решилась изучать русский язык, если бы не была носителем языка. И я обещала вам сделать новый конкурс. И сегодня я как раз забрала подарки, которые я придумала для этого конкурса. У меня здесь две книги, две книги с текстами и с заданиями к этим текстам. Ведь вы все любите читать, правда? Все мои студенты очень любят читать, и мы часто используем эти книги на занятиях. Одна книга называется «Непропавшие сюжеты», а другая книга называется «Синяя звезда». Я бы хотела подарить эти две книги двум победителям конкурса. Неважно, из какой вы будете страны, я отправлю эти книги в любую страну. А теперь я расскажу вам, какой конкурс я придумала. Так как я тоже очень люблю читать, я обожаю сказки. Вы знаете, что такое сказки? Я напишу это слово здесь. Обычно сказки читают дети. В детстве у меня была книга, которая называется «Сказки народов мира», и я обожала её. И сейчас сказки читать я тоже люблю. И слушать сказки тоже люблю. Поэтому для конкурса я попрошу вас записать видео, где вы расскажете сказку вашего народа, вашу народную сказку. Мне будет интересно узнать, какие сказки есть в вашей культуре и сравнить со сказками, которые есть в моей русской культуре. Я понимаю, что задание немного трудное. Я прошу вас не читать сказку. Вы можете использовать книгу, если она вам нужна, и смотреть в неё. Но я прошу вас рассказывать. Вы знаете, что говорить по-русски это трудно, и долго говорить одному это тоже трудно. Но я надеюсь, что вы все с этим справитесь. Итак, записывайте видео, где вы рассказываете сказку вашего народа. Это видео нужно отправить на мою почту. Я напишу её здесь и оставлю мою почту внизу, в описании видео. Вам нужно отправить мне это видео до 30 марта. И 10 апреля я выберу двух победителей конкурса и отправлю им эту или эту книгу. Я сама решу, кому какую книгу отправить. Поэтому не беспокойтесь, вы не будете спорить, какую книгу кто хочет. Обязательно напишите в письме, когда вы будете отправлять мне видео, ваше имя, вашу фамилию и страну, где вы живёте. Потому что все видео я опубликую потом на моём сайте. Потому что всем, кто изучает русский язык и даже носителям языка, я думаю, будет интересно послушать ваши сказки. Я с удовольствием посмотрю все ваши видео и я буду ждать ваших писем. Пожалуйста, вот здесь ещё раз напишу условия конкурса, прочитайте их внимательно. Если вы что-то не поняли, напишите мне внизу в комментариях ваш вопрос. Я обязательно на него отвечу. И напишите мне в комментариях, понравилась ли вам такая идея, понравился ли вам такой конкурс. Мне нравится, но не знаю, нравится ли вам. Я буду ждать вас в понедельник в девять часов утра в новом видео, а также жду ваших писем и видео со сказками. Увидимся! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!